Этот цвет на весь аромат. Белизна, голубилка, чуть-чуть розовилки. Полностью и дальше. Здесь скорее голубой. С розовым, чем синька. Работать с этим городом. Вот с такими звучками. Сразу создаешь идею горизонтали и вертикали. Создаешь множество коробочек. Меньшим мастихином, тоже этими же, то в пользу одного, то в пользу другого, то в пользу третьего цветиков, Создашь вот этот сгусток темных домов там вдали. Вот он, вот он, вот он. Светлостями будешь нагнетать светлые идеи домиков. Вот они. Где-то подштриховывая, где-то просто делая один мазок шпатлёвочный, где-то подштриховывая, где-то шпатлёвочный, создаешь идею множества домов. Там, где у нас светло, можешь вот так мастихином набрать идею светлого. Можешь штриховательно, можешь кистью, как угодно. Ну, вот идею светлого. Штриховательно, в смысле, вот так. Вот с такими, вот с такими. Или более крупной кистью. Ну, там есть вот это вот движение штриха, можешь его положить. Вот эти светлости, которые там, они оранжевят. Будешь брать жёлтый, розовый, белило. Но прежде чем их класть, чуть-чуть разгрёб, разгрёб. И в это пространство усаживаешь в пользу розового. Оранжевый в пользу розового. Иначе позеленеет, будет как он. Вот так, в пользу розового. Потом чуть-чуть дополнишь, если что, в большей степени, желтоты. Ну, там, в общем-то, на розовый акцент. Вот они. Вот они. Уходящие в перспективу. Уходящие в перспективу. И сама даль. Прикольно? Да. Частично, многие дома, из тех, которые ты будешь наполнять, ты их можешь дополнять вот такими вырезалочками. Вот такими. И даже этажиками. Прикольно? Угу. Давай. Перевес такой большой не делай. И пусть этот домик немножко компенсирует поднятость этих. А то у тебя будет уход. То есть, немножко их придавить. Тем более, у тебя там сзади горы. То есть, они чуть выше розового, но не настолько. Угу. И успевай маленьким мастихином подштриховывать. Вот такие квадратновидные прямоугольнички. Вот эти вот прямоугольнички. Успевай подштриховывать. Скорее всего, работа у этого художника раз в пять крупнее, чем наша. Ему довольно легко было вот эти вот вещи делать. Тебе несколько сложнее. Поэтому, если что, делай, укрупняй. Не делай так мелко. Хорошо? Угу. Потому что, ну просто это будет трудоемко. Пальцем можно. Пальцем можно. Ну, а так все хорошо. Давай. Значит, вот этот заслоняющий характер домов чуть-чуть вот здесь показать. Заслоняющий характер. Чем ближе, тем твои темности будут активнее и менее различимы силуэты. То есть, просто шахматная доска с не шахматным порядком. Согласен? Угу. Вот эти темноты тоже. Пусть наедут. Наедут. Домики чередуй высокие и низкие. Вот такое. Вот такое. С этой стороны чуть-чуть наедешь. То есть, краснота и коричневизна тоже начинает участвовать. Да? Не только. Холодности. Там еще есть озеро. Если хочешь, можно его тоже показать. Вот таким образом. Вот таким. Вот таким. То есть, глянец воды. Вот такой глянец. С намеком на отражение. Вот такой глянец. Хорошо? Оно сразу выглядит иным. А за счет того, что отраженный характер, получается эффект воды. И потом заслонишь это домиками. Домики. Домиками светлыми. На фоне темной воды. Пусть будут светлые домики. Логично? Здесь густую краску не создаем. Слишком это далеко, чтобы быть таким агрессивным. То есть, там все чуть-чуть вялое. Вялое, но можно с теплиночкой чуть-чуть. С чуть-чуть теплиночкой. Чтобы было понятно, что это город. Но не очень густо. Смотри, я не пытаюсь слишком густо это положить. И даже если получилось слишком густо, стараюсь растоптать. Растоптать. Прикольно? Угу. Какая конструктивность появилась в этом месте. Единственное, что здесь чуть темнее. Аж вот так. Аж вот так. А здесь тоже, да? Вот такое. Угу. Давай. Заслонили светлые, светлые заслонили темные. Прямо есть там некоторые проявления полос, которые ступенями заслонили одни других. Хорошо? Разбитие. Мало. Потому что человек вынужден разглядывать то, что ты ему здесь нарисовал. Поэтому несколько его освободить от этого разглядывания здесь. Иначе тебе надо что-то вырисовывать. А поскольку у нас планы вырисовывать здесь нет, то я, ты видишь, напряженность мазочков сбил обобщением. Мелкостное есть. То есть такой пригород. Угу, видно. Вот такое. И он как бы устремлен немножко ступеньками вот туда, к центру. Вот эти ядовитые давай уберем. Слишком кучеряво. Слишком кучеряво. Смотри, как должно быть. Должно быть ровно. Вообще не кучеряво. Вот так висеть прямо висеть должно. Тогда все по-честному. Наращивание густоты, тоже опасайся, чрезмерного наращивания. Потому что будет трудно с густотой работать. Частично, ты видишь, я воспользовался краской по соседству. То есть не только густотой. По макушкам можно пройтись вот такими более ровненькими укладочками, чтобы их геометричность выразилась. Ну и красивую конфигурацию уже будет от тебя, конечно, много зависеть. Разнотонально, ты видишь, то чуть темнее, то чуть светлее. Разнотонально, и съеденный светлый периодически возвращай. Вот сюда мысиком зашел город вот таким мысиком. Там снова вода. В снимке. Х Division. А servers бюджет. вот эти улочки, там всем понашвырять. Где-то помоделировать эти звуки. Допустим, кривизна улицы, когда дома заслоняют вдоль, появляется вот такая змейкообразная кривизна, и даже показать, что вот чисто конкретно дом заслонил этот свет. Дом заслонил, это он заслонил. Вот этот ступенчатый характер, хороший ступенчатый характер. Вот здесь тоже этот эффект ступенчатого характера немножко намекнуть. Вот эти перегораждающие друг друга улицы. Вот светлая полоса несколько заслоняет темную, вот темная несколько заслоняет светлую. И так постепенно движемся. Это слоеное. Это ступени ухода. Минимум, потому что там улицы. Хорошо? То есть это не просто шахматка. Это группа темных заслонила группу светлых. И так, ну понятно, что не примитивно, а с выкрутаться по этой схеме. Чуть-чуть домики, которые заслонят горизонт, чтобы он не был от края и до края горизонтом. И так, ну понятно, что он не был от края горизонт. Коробочка получилась, да? У тебя сейчас нет ни одной коробочки. Она не звучит как коробочка. Значит, создать несколько коробочек. Создать идею улиц вдоль, не только поперек. Что это значит? Ну вот. Ну вот. Ты видишь, коробочка состоит из трех плоскостей в данном случае. Идея этих горизонталей. Идея светлых домиков на темном. Все таки так и не произошло заслонение одних масс другими. Вот я делаю целую серию домиков, которые грубкой заслоняют одни другие. Даже если там не точно так, идея в этом. Причем поскольку это центр композиции, здесь можно даже создать напряжение густотой. Ты видишь, появляется как бы инкрустация густотой краски. Смотри, целая группка заслоняющая следующую группу. А там допустим полутон, заслоняющий темный тон. Эта группка заслонила эту, эта заслонила эту. Идея улиц горизонтального толка. Полутон какой-нибудь. Смотри, целая группка. Не одиночка. Домик. А целая стайка домов заслоняет одну другую. Нарочито кладу ее не откровенно светлой, чтобы она не спорила с центром. Идея кубика. Еще раз идея. Кубика. Светленькая, допустим, крыша. Прикольно? Угу. Хватит, хватит. Здесь прикольно? Ну да. Ну вот к этому устремиться. Горную местность тоже немножко обозначить, потому что она там хорошо держит задник. Я не помню, здесь гора. Или небо, я не пойму просто там. Ну, мой взгляд, горы будет прикольно. Вот там вдоль. Ну, только кистью, как мы с тобой договаривались это место. Чуть-чуть. 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 А может вот так мастихином. Угу. Ну так, с легкой очерченностью. Хорошо? Угу. Тоже видишь, он к центру создал напряжение вещества, фактуры. Правда? Угу. Центр заработал. Ой. Она прямо хочет перевесить. Мало того, город опять начал подниматься, а он все-таки лежит вдоль этого болотца. Вдоль болотца, в гору, не идет болотца. Вот там его струя. Вот там. Продолжает. Ой. Тихо, тихо. Тихо, спокойно. Не все. Вот она, вот она, эта береговая. Смотри, какая она внятная, эта береговая. Правда? Ровной полосой идет вдоль. Угу. Угу. Да, и так. То есть не в гору пошел город. И это красиво. Это более правдоподобно. Потому что тогда это был бы уже другой мотив. И тогда бы другие холмы были. очень ядовито теплого шведом. Перемолоть на синьку. На синьку. Хорошо? Перемолоть. Это не должно быть такого теплого. Центр все-таки не до... Видим? Нет. Нет напряжения краски. Помнишь, я создал это напряжение вот такими действиями. Ты решил, что я сделал неряшливо. Вот. И поправил меня. А на самом деле это напряжение рисунка в центре композиции. Облака ли, что-то еще. Это напряжение рисунка в центре композиции. А не неряшливость. Понимаешь, вот теперь все туда, все туда устремлено. Теперь появился центр композиции. Ты согласен? Да. Домик возвращаем. Ну, можно вот этот зеленоватый задействовать, конечно. Здесь ты не приметил красивенького изгиба. А с изгибом будет повкуснее. Вот они, береговые там выстраиваются. Вот легкое отражение. Это вкусно? Угу. Ну, и отражение, и какие-то там еще. Можно и здесь чуть-чуть создать идею отражений. Хотя, наверное, стремно. Лучше пусть это плотность. То у нас плотности будет не хватать. Не допроизошло вот то, что я говорил, когда стайка одних домов заслоняет. Вот смотри, прямо вот таким зигзагом. Как будто бы они попали в тень. Стайка одних домов заслонила другие дома. С久 спgeld. Вот так 2050. Понял? Покуз. Отакпай. Высер 직новение. Я люблю это. Все questionable. Как? Да. Вот так. И это точно больше. Приятного? Да. это прикольно вот как у тебя кстати той картине которую ты хотел написать там есть причина для вот таких звуков это же нет именно крыши там где девушка какая-то на переднем плане там есть причина для таких звуков нет а именно вот такие крыши не просто прочерчена такая резкость еще уходящий как бы крыша уходящая линия продолжим очень вот так сделано не так вот так ни в коем случае не только ты сделал хорошо вот так вот так вот такое вот такое то есть вот эти ниточки не создаем так здесь что это торчит помнишь я несколько раз здесь сбил до состояния никакости ты опять создал структуру иначе ты вынуждаешь человека всматриваться что ты там нарисовал ничего здесь нет ничего есть намеки на дома нет прорисовок ты понимаешь вот такое мы вынуждаем смотреть зрителя туда ни в коем случае конечно не пытаемся срисовать все хотя если бы картина была бы у нас в 10 раз больше можно было бы попробовать это было бы прикольно когда бы там было много всего вот эти улицы перегораживающие вот этот белый смотри какую густоту я положил сейчас да какую густоту посмотри как она звучит посмотри какое их правдоподобие правда сомневаешься да мы не сомневаемся то что действительно стерка передний план это правильно это прикольно фонари фонари уходящие да да ну так чтобы вот что-то было как бы чуть прорисовано созвездиями номер понял да ну ладно договор с